В свое время Ан Чан Гримм был одним из лучших дзюдоистов весовой категории до 73 кг после Оуну Шохи. Кореец, который родился в Японии, отличался необычным стилем борьбы, крутыми бросками через спину и, конечно же, бросками корейской спины. Ан Чан Гримм, чемпион мира, чемпион Азии, бронзовый призер Олимпийских игр, а также многократный призер различных турниров серии IGF. Этот дзюдоист, несомненно, заслуживает отдельного видео. Всем приятного просмотра и мы начинаем. В 2014 году в корейском Чэчжу проходил турнир Гран-при под эгидой IGF. Совсем молодой Ан Чан Гримм получил отличный шанс проявить себя и им он воспользовался. Ан смог уверенно дойти до финала, победив на своем пути множество дзюдоистов различным количеством приемов. В финале кореец встретился с Саги Муки, который на тот момент боролся в категории до 73 кг. Как вы видите, Ан Чан Гримм провел бросок обратной спины и открыл счет встречи, но Саги Муки собрался и сравнял счет поединка. Но ненадолго. Кореец демонстрирует крутой бросок передней подножки и забирает первое золото с турниров IGF в родных стенах. Начало большой истории положено. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал дзюдоарт, если вы этого еще не сделали. Там вы найдете интересную информацию, переводы интервью, различные эксклюзивы и демонстрацию всех турниров в режиме реального времени. Пишите в поиске телеграма дзюдоарт, либо переходите по ссылке в описании. На чемпионате мира 2015 года в Астане Анну было чуть больше 20 лет. Но он уже смог составить серьезнейшую конкуренцию акулам данного веса, в том числе и Оно Шохой. Кстати, кореец уверенно дошел до полуфинальной стадии, где и встретился с чемпионом мира Оно. Как вы можете видеть, Шохой открыл счет встречи по Вазаре благодаря своему коронному подхвату. Но стоит отдать должное, Ченгрим неплохо устоял на ногах и не упал на Япон. В данном эпизоде Оно уже заходил на свой прием, но Анн уверенно сконтрил своего визавина в Азаре. Достойно уважения. Но тем не менее, Оно Шохой ловит момент и менее минуты оставалось до конца встречи, как японец бросает оппонента на Япон с помощью приема через грудь. Ченгрим уступил в полуфинале, но выглядел более чем достойно и конкурентно против такого гиганта веса, как Оно. В схватке же за бронзу наш герой одолел соперника из Монголии Пашидо и стал бронзовым призером чемпионата мира 2015 в Астане. Первая бронза с чемпионата мира в карьере Ана. В том же 2015 году, чуть позднее, проходил турнир Большого Шлема в Абу-Даби. В Эмираты наш герой полетел на мажорной ноте после завоевания бронзы на мере в Астане. В полуфинале Ченгрим победил старого знакомого Саги Муки, а в схватке за золото Игоря Ванки из Германии. Хороший япон и отличная работа ног от Ана. Плюс еще одно золото в копилку корейца с международных престижных стартов. Один из престижнейших турниров мировой серии. Париж Грэн Слэм в 2016 году. Ан Ченгрим демонстрирует изобилие крутых приемов на Япон, в том числе фирменный Сэой Наги, а также корейскую спину. В финале Ан побеждает Пашидо и забирает золото одного из самых крутых стартов в календаре и движется дальше по своей карьере. Вот мы и пришли к еще одному чемпионату мира в карьере нашего героя. Мировое первенство в Будапеште в 2017 году. Свой путь на мире Ан начал против дзюдоиста из Канады Артура Маргелидона. Ченгрим победил его Пашидо. Затем в третьем раунде кореец победил представителя Ирана, а в четвертом раунде украинца Артема Хумулу, броском Маучи Гарри и удержанием. В полуфинале наш герой уступает Рустаму Оруджеву из Азербайджана и отправляется бороться за бронзу против легенды Лаши Шавдотуашвили из Грузии. И данная схватка была достаточно интересная. Ченгрим открыл счет встречи своим броском через спину, затем грузину удалось сравнять его. Но в итоге в голденскоре Ан ловит своего визави и бросает на Вазари, что позволяет ему взять уже вторую бронзу с чемпионата мира в карьере. Мы переходим к не самому приятному моменту в карьере Анна. Азиатские игры 2018 года в Джакарте. Ан в статусе одного из фаворитов уверенно проходит свою сетку, побеждая соперников различными приемами и выходит в финал азиатских игр к японцу Ону Шохей. Он был в статусе олимпийского чемпиона и, в принципе, уже короля данной весовой категории. Ан Ченгрим начал данную встречу очень уверенно и атаковал раз за разом своего оппонента. Здесь произошел очень интересный эпизод. Ону зашел на бросок через спину и якобы упал в партер. Ченгрим его поднял и сконтрил броском с захватом за пояс. Судить вам была оценка или нет, но великим судьи помогали всегда. И это неоспоримый факт. Но, как по мне, оценка здесь была. Тренер корейца усердно просил оценку, но Ан принял этот факт и, как настоящий самурай, продолжил свой путь дальше. Кореец выглядел очень активно и неплохо в целом. Заходил на свои приемы и уверенно уходил от бросков Ону. Японец, в принципе, делал то же самое и схватка была достаточно равна. Вот в этом эпизоде Ону снова заходит на спину и кореец снова контрит своего визави. А если точнее выразиться, то не контрит, а полностью контролирует падение японца. Я думаю, здесь оценки не было. Возможно, я упускаю какие-то пункты правил, особенно на момент проведения соревнований в 2018 году. Поэтому вы напишите свое мнение в комментарии, была ли здесь оценка или нет. Тем не менее, судья оценку не дал, а Чан Гримм продолжил идти дальше. И вот он, роковой эпизод. Внимание, в данном эпизоде судейская коллегия присваивает Вазари борцу в синем кимоно. Как вы считаете, была ли здесь оценка? 90 градусов здесь и близко не было. Тогда чем руководствовались судьи, я лично не знаю. Что ж, Вазари дано, а Чан Гримм занимает второе место. Но мы всегда будем помнить эту схватку, в которой кореец все же смог переиграть Ону и показать себя лучше японца. Второе место – серебряная медаль на азиатских играх в Джакарте. Проходит менее месяца, и Ан Чан Гримм отправляется на чемпионат мира в Баку. Чемпионат мира, который перекроет горечь поражения на азиатских играх. Ан Чан Гримм веренно выходит в четвертый раунд соревнований, где второй мир подряд побеждает Артема Хамулу из Украины. На этот раз кореец продемонстрировал крутой бросок через спину с захватом за отворот. В четвертьфинале наш герой не оставляет шансов Цен Дочиру из Монголии, а в полуфинале Чан Гримм оказался сильнее Мухаммада Мухаммади из Ирана. Финал Ан Чан Гримм с Ичи Хошимото. Японско-корейское дерби на чемпионате мира в Баку в схватке за золото. Я люблю заставлять такие моменты без комментариев, и этот раз не станет исключением. Ан Чан Гримм забирает золото чемпионата мира и становится впервые в своей карьере чемпионом мирового первенства. Кореец выигрывает красную нашивку и делает это абсолютно заслуженно. Он был более чем достоин этого золота. Радость Ана нет предела. Затем длинная пауза, коронавирус, травмы и пропуск токийского мира в 2019 году. И вот он, 2021 год, турнир Мастерс, который проходил в Дохе. Это мероприятие собрало достаточно большое количество топовых дзюдоистов со всего мира, ведь до Олимпиады оставалось совсем немного времени, и очки рейтинга нужно добирать. Поэтому Мастерс отличное место, чтобы это сделать. Чан Гримм был в неплохой форме и являлся одним из фаворитов на первую тройку медалистов. В четвертьфинале кореец победил Тураева из Узбекистана, а в полуфинале одолел Смогулова крутым зацепом на Японию. В финале Ан Чан Гримм победил Хошимото путем дисквалификации, и затем кореец отправился бороться на чемпионат Азии, который он также уверенно выиграл. Последний турнир в карьере Чан Гримма. Летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Во втором раунде соревнований Анну предстояло победить олимпийского чемпиона весовой категории до 66 кг Фабио Базилы. Кореец сделал это достаточно уверенно. В третьем раунде Олимпийских игр, борясь против Судей и Тураева, кореец все же бросил на вазаре своего оппонента из Узбекистана и продолжил движение дальше по турниру. В четвертьфинале наш герой победил Бутбула из Израиля, а в полуфинале уступил Пашидо Лаши Шавдатуашвили, и к большому сожалению мы не увидим финал Олимпийских игр между Оно и Анном, а так сильно хотелось. Тем не менее Чан Гримм отправляется бороться за бронзу против Рустама Оруджева и побеждает своего азербайджанского оппонента. Это первая медаль корейца с Олимпийских игр за всю карьеру. Чан Гримм становится бронзовым призером Олимпийских игр. Вот уже как почти два года Ан Чан Гримм не выступает после объявления о завершении карьеры. В конце 2021 года кореец заявил о том, что хочет податься в тренерство. Сейчас он продолжает активно заниматься спортом, а также поддерживает свою физическую форму. Также Ан успешно двигается в своей тренерской деятельности. Сейчас ему всего 29 лет и очень хотелось бы снова увидеть его на мировом татаме. Кто знает, быть может это когда-то и случится, хотя это очень маловероятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok